Я не Дед Мороз, я Мумитроль, вернее, я Илья Логутенко зашёл поздравить вас с Новым Годом, пожелать хороших праздников, чтобы в будущем году вы смотрели поменьше видео для взрослых, а слушали побольше хорошей музыки, как, например, наш новый клип на песню «Витамины» из альбома «Пиратские копии». Посмотреть вы его можете вот здесь, прочесть обсуждение, ссылки вот здесь. Так что Новый Год, много сюрпризов, вам готово. Нет, ну как обычно, то есть дверь в студию не закроешь, уже понабежит всяких Логутенко, будут свой альбом рекламировать. Ладно, давай, как договаривались, ты про альбом и клип рассказал, и сейчас то, что я проясню, сейчас я спрячусь. «This is Хорошо» И второе вот то, что дальше, сейчас я свет подрублю. И это «Хорошо» И это «Сиськи в конце» И это «С конце» Ладно, спасибо, что подменил, почему-то туда спрятался, пошли туда. Так, ну вот, я же хотел в новогодний выпуск на «Олени» выехать. Как звонко на скаку, губенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Блин, костюм Деда Мороза забыл. Ну, поехали обратно. Блин, да что ж ты будешь делать? Что? Ну, какой нашел? Все лучше, чем прошлый. Ладно, давайте сожжем елочку и можем начинать. Ладно, глупости глупостями, но давайте начнем этот последний выпуск в 2014 году. И пробежимся по свеженьким видео, которые на ютубах появились за недельку. Ну так, быстренько, нефиг за компом Новый год сидеть. Короче, не то чтобы новогоднее видео, а тут чуваки многоэтажку взрывают. Ну, знаете, как это происходит, типа БЫЩ! БАБАХ! Ну и там ТРАТАТА! Ну, так оно должно происходить. А вот как у них получилось. Им тут надо было так, типа резко «Ай, нет, мы не собирались этот дом ломать! Мы вам на самом деле Пизанскую башню построили!» Но нет, они решили его добить со второй попытки. Да просто фундамент смесью бетона с виагрой заливали! Подумали подрывники и решили попробовать взорвать дом в третий раз. Да, бог любит троицу, теперь дом как бы наконец сломали. Но заметьте, что и после третьего взрыва он не то чтобы очень развалился, он так, ну, отдохнуть прилег. Стоит отметить, что это нелегальная новостройка, которую сносят в том числе за то, что она не соответствует ГОСТам. Ну да, слишком крепко и хорошо стоит. Действительно не соответствует ГОСТам. Эх, бомбило у подрывников, наверное, от этого дома. Хорошо, что у них было в запасе много взрывчатки. На новый год у дураков тоже много китайской пиротехники и мало конечностей. Пожалуй, в этом доме с адамантиевой арматурой я бы спрятался во время зомби апокалипсиса. Жалко, что его снесли. Вот так и вы. Оставьте все плохое в прошлом году и взорвите это к чертям. Даже если с первой попытки не получится. Голова не шкаф, нечего забивать ее мусором. И это хорошо. Второе видео прислал Дмитрий. О себе решил напомнить славный город Омск. Точнее его маршрутчики. А вот. Вы учтите, что это вам не какой-нибудь там Кен Блок. Это водитель маршрутки. Он еще в это время курит, пьет кофе и сдачу за билет считает. Ну и да, напрашивается саундтрек из фильма Омский Дрифт. Как не знаете такой фильм? Ну вот же. Омск, 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 о Ладно, на самом деле в маршрутке в это время не было людей, только уроды, которые дверьми хлопают, чтоб их сволочи, по голове себе постучите! Судя по прогрессии, как там все едут, ну, легковушка, маршрутка, за маршруткой должен скользить автобус, потом фура, потом самолет, потом комплекс многоэтажных домов, потом... ну, не знаю, что-нибудь огромное, человек, доевший все салаты после Нового Года. А я вам желаю, чтобы под Новый Год Дед Мороз привез вам подарки именно в этой маршрутке, потому что это круто, и это хорошо! А третье видео прислал Вадим Задрот. Видео из Таиланда, показывает нам, как надо запускать новогодние фейерверки. Честно, если бы не комменты под видео, я бы решил, что это очередная ядерная ракета Северной Кореи, или какой-то неофициальный трейлер второй части Интерстеллара. Субтитры сделал Дед Мороз. Смотри, жирная девочка! Мы твой хула-ху в небо запустили! Аза-за-за-за-за-за-за... Простите... Надо было ту многоэтажку не взрывать, а к этой штуке присобачить, она бы улетела... кем-нибудь в окно, в лучших традициях. Я честно говоря ожидал, что эта дура потом просто грохнется и придавит какого-нибудь случайного прохожего, но нет парашюты, все схвачено. Не совсем понимаю зачем, азиатов много, кому их жалко. Ну раз уж даже тайцы так о безопасности заботятся, то и вы в новогоднюю ночь будьте поосторожней, а то пакши оторвет, нечем будет дислайки ставить и злобные комменты строчить. С наступающим. И это хорошо. Ну и давайте поговорим с вами, люди смотрящие этот выпуск тридцать первого и оставшиеся со мной до этого момента. Музычку. Нет, нету, что-нибудь поторжественней. Гимн, this is хорошо. Что ж, товарищи, очень жаль, что вы сидите у компа вместо празднования, но на самом деле очень приятно. За это желаю вам только хорошей порнухи, поменьше друзей, которые в социалках постят какие они кошечки и кем они были в прошлой жизни, и чтобы на компе шли все новые игры, ну и еще чтобы любимые сериалы никогда не заканчивались. И все же поменьше сидите за компом, а то так один раз опомнитесь 50-летним мужиком в трусах и в засаленной майке с Тейлор-Свифт, мужиком, который спорит со школьниками в комментариях к записям рыжей из ранеток вконтактике и смотрит все выпуски Саши Спилберг. Я не знаю, что может быть хуже, только может быть заменить вконтактике на одноклассники. Хотя вряд ли там уже знают о Саше Спилберг. Короче, давайте, если и сидите за компом, то так, чтобы интернету за вас не было стыдно. Удачи в новом году, текстеры! На этом все, подписывайтесь, ставьте лайк, если находите интересное видео, присылайте вот сюда, а свой это хорошо, к нам на Яндекс.Почту. До встречи в новом году! Игорь, если это твоя каска, приходи к нам в офис, мы тебе ее дадим. Это же не попадет в выпуск.